От истории родного края до шахматного дебюта. Такой набор знаний сегодня готовы предложить школы Саратовской области. О том, как и что будут преподавать учителя в новом учебном году, говорили на традиционном августовском совещании педагогов. Оно прошло в стенах лицея номер 15. Побывала на нем и наш корреспондент Юлия Шишкина. На Большом педсовете незримо присутствуют учителя всех районов области. Идет видеотрансляция, которую потом можно будет посмотреть в интернете. Здесь намечают, куда поплывет корабль знаний в новом учебном году. По словам министра образования региона Марины Епифановой, курс на инновацию сохранится. В школах стали привычными электронные дневники и журналы, дистанционное обучение. А вот человеческий фактор отстает. В прошлом году на пенсию ушли 144 педагога, а эстафету у них принял всего 31 молодой учитель. Сейчас мы не можем похвастаться большим количеством молодых специалистов. Их всего лишь 11%. Хотя работников пенсионного возраста более 19%. Поэтому задача каждого руководителя персонально заниматься кадрами. И уж если молодой педагог пришел в школу, сделать все, чтобы его удержать в нашей отрасли. Омолодить состав учителей нет ничего проще. Надо увеличить пенсионный возраст преподавателей, шутит губернатор. А вот профсоюз учителей вполне серьезно напоминает, что профессия не станет престижной, пока оплата труда не будет соответствовать нагрузке. Сейчас средняя зарплата учителей Саратовской области 23 тысячи рублей. И это, если учитель трудится 24,5 часа в неделю. Если ее перевести на ставку 18 часов, то учительская зарплата составляет чуть больше 16 тысяч рублей. Если сравнивать с зарплатой других специалистов, работающих на одну смену. Даже с зарплатой воспитателей дошкольных учреждений. К сожалению, зарплата, увеличенная за счет интенсификации труда, не приводит к высокому качеству труда. Именно поэтому профсоюзы требуют проведения систематической индексации зарплаты. В этом году в системе образования Саратовской области в числе ориентиров повышение качества преподавания русского языка и литературы, сдача норм ГТО, возрождение сети научно-технических кружков и даже такая экзотика, как популяризация шахмат. Не обошлись без модной темы патриотизма. В предстоящем учебном году это понятие нужно максимально приблизить к жизни школьников, считает глава региона. По моему мнению, краеведение это тот предмет, который должен знать каждый учитель независимо от специализации. И передавать знания ученикам, иначе региональный патриотизм не взрастит. О какой любви к родной земле может идти речь, если мы не знаем, в честь кого названы улицы в наших городах и селах. Не помним, какие стройки прошли в наших районах. Не имеем понятия, какие открытия совершили наши земляки. Поэтому обязательным для изучения школьников станет новый учебник «История Саратовского Поволжья». Кроме того, губернатор дал поручение Министерству образования предусмотреть в учебном плане каждой школы экскурсии в стенах недавно открытого в Саратове Музея трудовой славы. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.